На страничку Дмитрия, мастера деревянных тортовниц, мы наткнулись случайно. Его изделия показались нам настолько любопытными, что мы решили написать умельцев с предложением поучаствовать в нашем новом проекте. Дмитрий с энтузиазмом согласился, а еще рассказал нам, что его профиль не ограничивается только одним изделием. Оказалось, что он является владельцем целой столярной мастерской. Туда мы и отправились, чтобы познакомиться с мастером поближе. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Кузькин. Я занимаюсь столярным делом, изготавливаем мебель из массива дерева, лестницы, предметы интерьера. Этим занимаемся с 2015 года. Все, что можно сделать из дерева, мы делаем. Это и люстры из дерева можно сделать. Можно сделать рамки для зеркала, мебель, тумбочки, комоды, кровати, шкафы. Творчество моего папы. Он вышел на пенсию, вот. Стало ему скучно. И он делает вот такой пантограф, фрезер, копировальный станочек. Вот. Тоже. Ну, он пока еще так в процессе, но уже вырисовывается, что все будет работать. Очень часто заказывают мебель для бани, для дачи, столы, лавочки, детские кровати. Еще мы делаем двухъярусные вот эти домики, сейчас модные. Тумбочки, комодики. Вот это сейчас пока такой наш профиль. Почему обращаются именно в такие мастерские, как Ваша, а не идут в масс-маркет покупать мебель, например. Чаще всего заказы происходят как? Человек обращается, уже у него есть какие-то там свои эскизы из интернета, картинки. Там он посмотрел в магазине, что-то увидел, сфотографировал, что ему понравилось. Но у него есть какие-то свои конкретные пожелания по этому изделию, что он там хотел бы изменить. Ну, естественно, на магазине, на фабрике кто-то ему отдельно такое изделие делать не будет. Вот. И он обращается ко мне. Я это могу сделать. То есть, по сути, Вы воплощаете, можно сказать, мечты заказчика? Можно сказать, и так. А как часто Вы занимаетесь изготовлением изделия из дерева не под заказ? Вот просто для себя? Пришла какая-нибудь идея, решили ее воплотить. Бывает такое? Такое бывает, но очень редко получается, потому что все время уходят на заказы. Можно сказать, с утра до ночи здесь, в мастерской. А теперь я Вам покажу свою мастерскую. В принципе, здесь все стандартно для столярной мастерской. Это, я имею в виду, набор инструментов. Станок. Это циркулярка с фуганком совмещенная. Это основной такой станок, на котором делается заготовка. Рейсмусовый станок. Тоже один из основных. Без него никак и никуда. Вот. Здесь стоит фрезер. Самодельный стол. Внизу обычный ручной фрезер. Там еще есть моя такая доработочка. Так, тут подъемный механизм. На основе домкрата. Очень удобно для определенной операции. Это вот как раз для наших тортовниц. Пришлось придумывать, чтобы ускорить процесс изготовления заготовок. Торцовочная пила. Тоже инструмент незаменимый. Очень облегчает работу с протяжкой. Это тоже очень удобно. Можно резать более широкую заготовку. Токарный станок. Тоже не полностью самодельный. Но из старенького маленького токарного станка сделали вот такой большой. Так же целый угол с ручным инструментом. Как вы решились этим заниматься? С чего возникла такая идея? Ну, идея возникла, ну, не то что спонтанно, но очень резко, стремительно. Я после армии устроился работать на завод. Сборщиком радиоэлектронной аппаратуры. Работа там была, ну, механическая определенная операция. Сидишь, крутишь гайки. И, в принципе, голова ничем не забита. В голове появляются всякие мысли крамольные. Ну, и в конце концов, это скучно так сидеть и заниматься монотонной работой. И тут в голову пришла идея что-то, вернее, не конкретная идея, а просто мысль о том, что надо что-то сделать самому, пока еще молодой, есть еще много времени впереди, на ошибки можно будет ошибиться, если что. Ну, и так пришел к мысли, можно попробовать делать мебель. Это, в принципе, как на тот момент мне казалось, это довольно просто, легко, что там деревяшки между собой их там как-то склеил, скрепил. Так получилось, познакомился с одним мастером, он давно уже занимался этим делом. Вот, он взял меня к себе в подмастерье. Было тяжело сначала, что-то, когда не получалось, прям совсем. Опускались руки? Бывало? Нет, руки не опускались, падало настроение. Так руки не опускались никогда, потому что была цель, задор. И когда уже поднабив руку, опыт уже не только от старших, так сказать, товарищей приобретен, а еще и свой опыт уже появился. И, в принципе, все стало легко. Ну, не то, что легко, наоборот. Вот, каждый новый заказ, он, ну, чем-то по-своему труден. И это решение задачи, вот, вот что мне нравится в этой работе. Потому что каждый раз приходится решать задачи. И когда, ну, получается, и это изделие, этот проект, и вот это вот чувство победы какой-то сладкое, прям вдохновляет. Это здорово. То есть, по сути, вы каждый раз как будто в соревновании в новом участвуете. Да, да, именно так. И каждый раз сдача какого-то проекта – это как экзамен. Вот, когда этот экзамен сдаешь. Нас так вдохновил рассказ Дмитрия, что мы решили приобщиться к его интересному ремеслу. Поэтому попросили мастера взять нас в ученики и прямо на глазах у зрителей создать вместе любое изделие из дерева. Для первого опыта мы выбрали разделочную доску. Сперва мы взяли деревянную заготовку. В качестве материала был выбран дуб. Он отлично подходит для создания кухонной утвари, благодаря своей прочности и обеззараживающим свойствам. Закрепив заготовку струбцинами, мы удалили кору с торцевых сторон, а затем зачистили их поверхности от лишних волокон и щеп. Стоит обратить внимание, что материал для нашей доски и других изделий из дерева обязательно должен быть хорошо просушен и не иметь сильных сколов, отверстий и щелей. Дальше на фуганке мы выровняли одну из сторон нашей будущей доски. Вторую сторону мы делаем ровной с помощью рейсмусового станка. Легче ли начинать заниматься ремеслом, если есть наставник? Ну, конечно. И в общении с человеком это как-то проще. А вы уже готовы стать для кого-то наставником? Да, готовы. А вообще, вам было бы интересно стать учителем своего ремесла? Да, да, да. А что, если в роли ученика выступил бы не взрослый, а ребенок или подросток? Есть такой опыт. У меня у друга сын. Вот, в свободное от школы время, на каникулах приходит ко мне, помогает, тоже разные штуки делает. Кто в вашей семье активнее всего участвует в изготовлении? Моя супруга, она мне очень помогает здесь, в мастерской. Некоторые виды работ она делает, шлифует, лобзиком пилит. Вот. Ну, и сейчас она уходит в декрет, и пока я один здесь потею. После выравнивания заготовки мы нарисовали форму нашей будущей доски и приступили к самому интересному. Когда мы отсекли все лишнее, заготовка приобрела узнаваемую форму. Далее мы приступили к обработке доски. Зачистили, отполировали поверхности и сгладили углы. Дело оставалось за малым. Мы сделали отверстие в ручке и зачистили его изнутри. Наша доска была практически готова. Финальным штрихом стало покрытие изделия маслом. Чтобы начать использовать доску на кухне, ее оставалось только немного просушить. Вот, что у нас получилось. Если вам понравился результат, похвалите нас лайками под этим видео. Как определить, получится ли у человека заниматься столярным делом? Это надо просто попробовать. И это очень понравится. Работа с деревом. В плане дохода, это обязательно надо попробовать. Если это начнет получаться, да это здорово, если это еще будет приносить какой-то доход. Что нужно, чтобы начать заниматься столярным делом? Ну, для начала надо приобрести хотя бы какой-нибудь минимальный инструмент, с помощью которого можно пилить, строгать. Нужно все-таки еще какое-то помещение. Вот, например, гараж, он замечательно для этого подойдет. Расскажите о своих планах на ближайшее будущее. По конкретным планам есть сейчас одна задумка. Открыть небольшой магазинчик, павильончик на рынке строительном. Где будем торговать наличием. То есть делать стулья, столы, лавки. То есть где будете продавать готовые изделия уже сделаны? Да, да. Перед обаянием мастера Дмитрия устоять оказалось просто невозможно. Мы еще долго с увлечением слушали его истории и убедились на все 100%, что он не только настоящий профессионал, но и человек по-настоящему увлеченный и влюбленный в свое дело. Каждое изделие Дмитрий делает с душой. В каждую работу вкладывает частичку себя. Даже самая обычная мебель в исполнении мастера выглядит особенно ярко, индивидуально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!